В Славянском электротехнологическом техникуме прошла торжественная линейка, посвященная памяти героя труда Кубани Александра Кладя. Торжественная линейка объявляется открытой. Памятные мероприятия проходят традиционно 10 декабря, в день рождения Александра Анатольевича Кладя, много сделавшего для развития Славянского электротехнологического техникума. Здесь расположен ресурсный центр памяти нашего выдающегося земляка. Имя Александра Анатольевича, оно в вашем образовательном учреждении нашло отражение не только в том, что здесь есть ресурсный центр его имени, а то, что идея Александра Анатольевича, чтобы наши кадры, наши ребята, которые живут в Славянском районе, продолжали тот замечательный труд, которым основал Александр Анатольевич Кладь, и возвращались на предприятия агросектора в нашем Славянском районе. Хочется, чтобы в данном техникуме традиции продолжались, и я уверен, что каждый из вас, где бы вы ни трудились, у нас в районе, в соседних районах, обязательно будете гордиться тем, что обучались именно в нашем замечательном ресурсном центре. На торжественной линейке присутствовали почетные гости, которые многие годы трудились вместе с Александром Кладем, и сегодня продолжают начатое им дело, приумножая достижения сада-гиганта. Я хотел бы поблагодарить и руководство техникума, и всех вас за то, что вы держите память Александра Анатольевича. И еще хотелось бы пригласить вас, особенно механизаторов в первую очередь, на работу к нам после окончания вашего техникума. Потому что эта специальность, она всегда нужна. Уходят пенсионеры, а на их место нужны молодые. Приходите, мы вас будем ждать. В память Александра Анатольевича почтили минутой молчания, а затем к памятной доске, установленной в его честь, возложили цветы. Затем состоялась церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства. Почетными грамотами награждены Александр Сухарь, Данил Данилян, Никита Маштаков, Александр Тадр, Александр Абрамов и Павел Шпека. Абрамов, Александр, победитель, первое место. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».